Три года весь наш высокообразованный класс запугивал нас колоссальной угрозой со стороны России. Если помните, Россия каким-то образом взломала американскую демократию во время президентской кампании 2016 года. Российские агенты внедрились в высшие эшелоны нашего госаппарата. Бывшие морские офицеры, люди достойные или, по крайней мере, казавшиеся достойными, вроде Картера Пейджа, на самом деле были тайными прислужниками Владимира Путина и совместно с политическими консультантами, вроде Роджера Стоуна, проводили в жизнь дьявольский план. Все это пряталось на самом видном месте и достигало своих целей. Забудьте о Мексике, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и многих других странах. Именно Россия больше, чем кто бы то ни было, угрожала суверенитету Америки и на самом деле контролировала нашу внешнюю политику. Такую историю нам рассказывали. Ничто из этого никогда не было правдоподобным, это вообще был полный очевидный абсурд. Никаких доказательств этого никогда не было. Но они продолжали это повторять день за утомительным днем, пока это не въелось. Пока все до последнего зрителей СНН, все спонсоры службы общественного вещания, каждый подписчик журнала Нью-Йоркер не прониклись религиозной верой в это. Россия взломала нашу демократию! Это была их мантра. Русские воспользовались огромным черным ходом в самые основы нашей демократии. Атака Москвы против американской демократии. Попытки агентов России дестабилизировать американскую демократию. Все, что вам нужно знать об угрозе нашей демократии. Есть республиканцы, которые молчат и как будто бы не имеют ничего против подобных атак на нашу демократию. Нет никаких сомнений в том, что Россия нас атаковала. Было атаками против нашей Конституции. Атака против чистоты наших выборов. Атака на демократию. Это первый случай, когда противник напал на нас, и мы не ответили. Ох уж эти люди, выставляющие на показ свои дурацкие заслуги. Как будто наш моральный долг прислушиваться к ним, потому что они-то знают, о чем говорят. Дурачио. Зачитывающие свои тупые тезисы снова и снова, как будто это правда, но у них были причины так поступать. Прелесть сказки про Россию заключалась в том, что она позволяла этим людям, нашему правящему классу, игнорировать громадное количество настоящих проблем Соединенных Штатов. Проблемы, которые во многих случаях они сами же и создали, или как минимум не сумели решить. Кризис наркозависимости, убивший десятки, сотни тысяч людей. Граница, которая, по сути, открыта. Исчезающий средний класс сердца нашей страны. Подъем Китая. И, конечно же, все эти контрпродуктивные войны за рубежом, которые давно должны были закончиться. Три года никто в Вашингтоне не говорил ни о чем из этого. На самом деле, если ваше беспокойство не ограничивалось Россией, это было подозрительно. Если, к примеру, вы хотели возвращения американских военнослужащих с Ближнего Востока, или если вы вслух задавались вопросом о том, почему всем похоже наплевать на смерть вашей 23-летней племянницы от передозировки фентанила, это могло свидетельствовать о том, что и вы в сговоре с Россией. Я не преувеличиваю. Сьюзан Райс, вроде бы умная, училась в Стэнфорде, впоследствии признавала, что сочла Майкла Флина русским шпионом, потому что он слишком много говорил о Китае. Так ведь и делают русские шпионы. Дональда Трампа избрали, неожиданно для всех, именно из-за того, что он говорил о таких вещах, о значимых вещах. Это была огромная угроза. Так что истеблишмент во многом сорвал повестку дня его первого срока с помощью мистификации, сфабрикованной предыдущей администрацией. Кому это пошло на пользу? Ну, тем, кто это выдумал. Но никто не выиграл на этом больше, чем правительство Китая. Пока наши руководители в Вашингтоне потратили целые годы обвиняя друг друга в работе на Путина, Китай наращивал мощь. Он приблизился к тому, чтобы заменить Соединенные Штаты в качестве господствующей мировой державы. К тому времени, как новый коронавирус распространился на Запад из Ухани, Китай заправлял многим на международной арене. Мы этого даже не знали, пока не настал кризис. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ